МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы видим окружающие предметы цветными, а наши лучшие друзья собаки, как известно, видят его черно-белым. Спрашивается, кто прав. Некоторые ученые и вовсе выдвигают версию о том, что наш мир – это грандиозная голограмма. Но тогда кто устроил для нас эту вселенскую мистификацию? На этот вопрос мы и попытались ответить в проекте, который называется «Заговор богов». Вот так выглядит планетарная система Кеплер-33. Она расположена в северном полушарии звездного неба, в созвездии Лебедя. Эту планетную систему обнаружила астрономическая обсерватория НАСА в начале 2010 года. Открытие сразу же стало настоящей сенсацией. Ведь в Кеплер-33 все не так, как у нас. Например, планеты там расположены строго по размерам. Самые крупные находятся ближе к звезде, вокруг которой вращаются. А маленькие – наоборот, далеко от нее. В нашей планете в Солнечной системе восемь планет. Все они постоянно вращаются вокруг Солнца. Ведь именно оно, если верить официальной науке, и является центром нашей планетной системы. Правда, если внимательно изучить орбиты всех планет, а также их спутников, то выяснится удивительная вещь. Все небесные тела как будто настроены на нашу Землю. Например, Меркурий. Его движение буквально по секундам согласовано с движением Земли. Раз в 116 дней он занимает необычное положение. Встает рядом с нашей планетой, причем именно так, чтобы оказаться с ней на одной прямой и по одну сторону от Солнца. Удивительно. Но когда бы это ни происходило, Меркурий к Земле обращен только одной стороной. Почему он равняется именно на Землю, а не на Солнце, ученые объяснить не могут до сих пор. Планеты земной группы вращаются очень быстро. И, грубо говоря, если мы возьмем за один год, то Меркурий за наш год успеет несколько раз между нами и Солнцем. Она так же, но есть вариант, что она столкнулась с неким небесным телом, шальным, которое залетело в нашу планетную систему откуда-то. И она так треснула по ней, как в бельярде, что шарик раскрутился в другую сторону, и вообще-то, кстати, с ней непорядок получился. Эксперты утверждают. Страиваются, а все вращаются вокруг Солнца, по орбитам в основном круговые, эллиптические. И бывают моменты, когда эти планеты, хотя у них периоды разные, но они совпадают, так сказать, располагаются относительно Солнца на одном, ну, грубо говоря, направлении. Если это действительно так, если все замеры и вычисления не ошибка, то возникает вопрос, для чего необходимо такое аномальное равнение на Землю? А главное, кто расположил планеты так, чтобы все это с точностью до секунды и до миллиметра постоянно происходило? Многие эксперты уверены, такая математичность и необычное положение планет доказательство того, что Солнечная система создана искусственно. И построил ее кто-то в тысячи, в миллионы раз могущественнее и умнее нас. За последние 15 лет астрономам удалось открыть 500 планет у других звезд. До этого были только теоретические исследования. Мы писали всякие статьи, а вот что мы можем встретить. И оказалось, что мы встречаем у других звезд, очень похожих на наш Солнц, планетные системы, но совершенно не похожие на нашу. Оказалось, что, скорее всего, наша Солнечная система вообще исключение. Но если Солнечная система действительно искусственное образование, то значит и люди в ней всего лишь часть какого-то грандиозного опыта. Значит, человечество было создано специально, в экспериментальных целях. Многие ученые с этим соглашаются. И в качестве подтверждения этой гипотезы приводят несостоятельность теории эволюции Чарльза Дарвина. Когда остатков было мало, в принципе, можно было говорить, что австралопитеки предки эректусов, эректусы предки неандертальцев, а неандертальцы предки современного человека, сапиенса, сапиенса. Но когда остатков стало больше, костных останков, то сразу выяснилось, что осколков от вазы гораздо больше, чтобы эту вазу склеить. Фактически, когда их всех собрали, оказалось, что очень много лишних. И вообще-то нам не нужно столько количества, чтобы подтвердить эволюцию. Так вот, эволюционная доктрина, парадоксально, лет 50 назад, она как бы выглядела более убедительной, нежели сейчас, когда накопилось больше останков. Это палеоантрополог Александр Белов. Он изучает древние окаменелости и исследует историю возникновения нашей цивилизации. Занимаясь изучением происхождения человека, ученый пришел к выводу, что теория Чарльза Дарвина в корне ошибочна. И австралопитеки, которые, согласно официальной науке, считаются предками людей, на самом деле обычные обезьяны, жившие в древности. Человек от них не произошел. Более того, Белов уверен, что существа на планете вообще не эволюционировали, а возникали сами по себе, в одночасье и независимо друг от друга. Человекообразные обезьяны современного типа, которые ныне живущие, они где-то появляются 7-8 миллионов лет назад. И фактически, в общем-то, предков у человекообразных обезьян, как их ищут, среди примитивных каких-то, более примитивных существ, их как бы и нет. То есть они как бы вдруг и сразу появляются в палеонтологической летописи. Это уже наводит на некоторые размышления. А кто их предки? Главным аргументом в пользу внезапного происхождения человечества Белов приводит неудачи археологов, которые за 150 лет существования теории Дарвина так и не сумели отыскать ни одной косточки переходного вида от обезьяны к человеку. Мало того, выстраивая последовательную цепочку от недоразвитых приматов до высокоинтеллектуальных людей, ученые запутались. Оказалось, что более совершенные виды появились на планете намного раньше, чем примитивные. Ардиопитек, да, то же самое есть существо, найденное вот не так давно, несколько лет назад, кениантроп плосколицей. У него плоское лицо, достаточно плоское. И тоже возраст достаточно очень серьезный. И где-то он там вместе с австралопитеками по времени. Вот. То есть сеть находки не вписывается. То есть нет вот этой стадиальности, когда обезьяны, австралопитеки, эректусы и так далее. Там этот самый эргастр, человек трудящийся, бельдербергский человек, неандерталец, и, наконец, сапиенс, сапиенс появляется. Вот этой стадиальности точно нет. Потому что многие из этих гоминитоскопаемых, они жили параллельно, просто параллельно существовали. Но если человечество это чей-то эксперимент, то для чего он проводится? И какую роль в нем играем мы, люди? Эксперты утверждают, что цель этого грандиозного проекта построение идеального мира путем бесконечных проб и ошибок. Человек возникал множество раз. Вот откуда он взялся, по фактам палеонтологии, антропологии мы, к сожалению, не можем определить. Мы можем только определить, что строение вот этих древних палеозойских, мезозойских и кайнозойских людей, условно, да, гоминид, оно было похоже на строение нас с вами. То есть фактически это можно по косвенным признакам судить, потому что все четвероногие имеют единый план строения, похожий на человеческий. В качестве доказательства своей гипотезы эксперты приводят в пример цикличность истории, ее математичность и закономерность во всем. Ведь большая часть событий в нашем мире повторяется с заранее определенной частотой. Например, летом 2010 года случилось катастрофическое наводнение в Пакистане, унесшее жизни более трех с половиной тысяч человек. Миллионы людей тогда лишились крова. Землетрясение в Гаите в январе этого же года привело к гибели почти двухсот тысяч человек. обронившиеся по России пожары были самыми масштабными за последний век. Удивительно, но ровно сто лет назад в мире происходили такие же страшные события. В 1910 году в Париже случилось мощнейшее наводнение. В России по отчетам лесного департамента пожары в 1910 году опустошили более тысячи гектаров земли. А извержение старейшего сицилийского вулкана Этна чуть не привело к трагедии национального масштаба. Можно было бы предположить, что и это всего лишь совпадение, если бы не одно но. В 1810 году на греческом острове Крит произошло мощнейшее землетрясение магнитудой в 7,5 баллов. Оно унесло жизни двух тысяч человек. В этом же году страшное цунами обрушилось на берега Норвегии, сметая все на своем пути. Время развивается вот так. А спираль чем она интересна? Витки этой спирали могут очень плотно соприкасаться друг с другом. И допустим, возьмем для ровного счета те же самые 500 лет. Значит, этот виток спирали осуществился через 500 лет. Он вышел значит, одна точка против другой на очень близком расстоянии. Но если, значит, здесь совпадают многие факторы, то может оказаться, что в данный момент и может совпасть, ну, допустим, судьба некого человека, который, ну, грубо говоря, 500 лет назад жил и живет сейчас. И вот с тем человеком и с этим человеком могут происходить некие, так сказать, сходные факты, сходные события. По мнению исследователей существуют и не такие большие циклы. Например, в России 8-й месяц август называют черным, потому что именно для нее каждый год он сулит неприятности. Августовский путь 1991 года положил начало развалу Советского Союза. В августе 1998 года произошел обвал национальной валюты и был объявлен дефолт. В августе 2000 года в Баренцевом море затонул атомоход Курск. Погиб весь экипаж. В августе 2004 года террористки-смертницы взорвали два самолета, вылетевшие из Домодедова в Волгоград и Сочи. А в 2008 году в боях за Цхинвал погибло 20 российских миротворцев. Исследователи уверены, это необычное совпадение. В этих закономерностях есть некая связь. А в этой стране достигли своего апогея. Эти идеи развивал Платон в свое время, 2000 с половиной почти лет назад. Он писал о катастрофизме, он писал о том, что была масса человечеств на Земле. Анатом и палеонтолог Квье, он, в общем-то, был, считается, автором современной теории катастрофизма. Его последователи развивали эти идеи. они считали, что было множество божественных таких заселений Земли разными существами. О том, что человечество скорее всего эксперимент, по убеждению исследователей свидетельствует и еще один факт. Это ДНК. Ведь именно в нем заложена вся информация о человеке. Внутри содержатся основные характеристики конкретного экспериментального существа. Агрессия, лень и трудолюбие или талант на самом деле не персональные особенности каждого человека, а заранее заложенная программа в человеческий ДНК. Она встроена для того, чтобы наблюдать, как тот или иной экспериментальный экземпляр будет взаимодействовать с окружающим миром. как он будет реагировать на разные ситуации, бороться и развиваться. ДНК записан геном. Что это такое, никто толком не знает, хотя вроде бы его расшифровали, но там оказывается двух с лишним метровая нить, состоящая цепочка, в которой пытаются некоторые буквы только расшифровали, но как они между собой взаимодействуют, это очень сложно. Но представим себе такую вещь, что вот наша судьба записана в этом самом геноме. И с какими-то там разными вариациями. Именно глобальным экспериментом исследователи иногда объясняют некоторые генетические сбои в организме людей. Например, когда в интеллигентной семье вдруг появляется ребенок со склонностями к садизму. Причем эта дурная наклонность появляется в нем не от детских психических травм, а именно из-за заложенного гена агрессии. Правда, этот ген не упал в ДНК код ребенка с небес. Он всегда был в геноме родителей, но неожиданно проснулся. Почему? Как? Зачем? Точного ответа на эти вопросы исследователи не знают, но предполагают, что он включается по чьей-то команде, чтобы посмотреть, как разные экспериментальные особи будут себя вести. По мнению исследователей, гены гениальности обычно оказываются у людей из низшей социальной прослойки. Например, великий австрийский композитор Франц Шуберт родился в семье школьного учителя и дочери слесаря. В семье было 15 детей и жила она бедно. Несмотря на это, австриец стал самым выдающимся композитором своей страны. Или, скажем, Федор Шаляпин, родившийся в деревне в простой крестьянской семье. Возможно, это случается потому, что космическим создателям важно проследить, сможет ли, например, нищий скрипач превратиться в выдающегося музыкального мэтра. Или же от голода он начнет грабить, воровать и убивать. Параллельно с нами развивается множество миров, и в каждом из миров моя персона может присутствовать, но судьба у нее может несколько иная. И время от времени может быть я своими действиями изменяю свою программу и перескакиваю грубо говоря из одного мира в другой, сам того не подозревая. Мало того, ДНК, то есть главная программа всего человечества была занесена на Землю из космоса. Совсем недавно группа американских ученых во главе с Майклом Калаханом из Центра космических полетов имени Годдарда пришли к ошеломляющему выводу. Геном был доставлен на Землю при помощи небесных тел. Одним из главных доказательств этого стало детальное изучение кометы Вильда, открытой еще в конце 70-х. Оказалось, что в ее структуре содержатся строительные блоки ДНК. В 2004 году космический аппарат Стардаст собрал их и передал на МКС для исследований. Не исключено, что на одном из метеоритов, обрушившихся на Землю в далеком прошлом, находились такие же. Это говорит о том, что Землю, скорее всего, заселили искусственно. Лет 20 назад, нет, меньше немножко, было объявлено, что обнаружены метеориты, их нашли в Антарктиде. В них начали искать жизнь, нашли что-то похожее на те следы, которые оставляют земные микроорганизмы после того, как они окаменеют. Было очень много шума в прессе, даже тогдашний американский президент выступил с этим заявлением, что нашли что-то похожее. Но если это и в самом деле так, то где находится тот, кто над нами экспериментирует? Исследователи уверены, Всевышний Создатель может находиться только там, куда путь человечеству закрыт. На сегодняшний момент такие места существуют в космосе, в черных дырах. Известно, что все, что попадает туда мгновенно, распадается на молекулы и перестает существовать. Где-то в центре нашей галактики, в Млечный путь, портал находится именно там, потому что там прощупывается вроде бы черная дыра и логичнее, что значит портал это и есть черная дыра. Ну а кто его знает, может и здесь что-то происходит. Есть же вариант теории, что вообще черные дыры вокруг нас разбросаны, они просто разных размеров. И одни микроскопические, другие побольше, а третьи вообще огромные. И все время что-то происходит, мы просто этого дела не замечаем, потому что наши чувства несовершенные, наши приборы еще не все могут уловить, познать, рассказать. Если на нашей проводится какой-то глобальный эксперимент, то возникает вопрос, как давно все это началось? Эксперты утверждают, это произошло не одно тысячелетие назад. Но самое невероятное, что, по их мнению, такой эксперимент ставится уже не в первый раз. Ученые с 18 века исследуют, например, знаменитую пирамиду в Гизе. Огромное сооружение, нечто выходящее за пределы нашего понимания и представления о том, что такое сооружение на Земле. Я тогда обращаюсь к мифам и легендам. В далекие-далекие времена не египтяне, а предыдущая раса, как ее называли атланты, построили эти пирамиды и не в качестве храмовых сооружений или погребальных, а в качестве научных комплексов. Одной из таких неудачных попыток, по мнению исследователей, была древняя Атлантида, которая по неизвестным причинам исчезла с лица Земли. Долгое время считалось, что Атлантида была затоплена из-за природного катаклизма. Но сегодня все больше экспертов склоняются к выводу, что эта цивилизация погибла из-за ядерной войны. Правда это или вымысел точно пока неизвестно. Ведь чтобы сделать такие выводы, нужно сперва найти руины древней цивилизации. А отыскать Атлантиду археологи до сих пор не сумели. В случае с Атлантидой, так называемой, о которой гораздо больше написано измышлений, фактов, так называемых фактов, истории, песен и так далее древних, они очень много известны и ничего. Ее пытаются искать в разных частях земли, находят следы повсюду, но местоположение неизвестно. Эксперты уверены, что и Атланты были не единственным на Земле неудачным экспериментом. Существовали и другие не менее развитые цивилизации, например, в Индии. Как показали многочисленные исследования, они действительно могли исчезнуть с лица Земли из-за ядерных взрывов. Были найдены радиоактивный пепел, радиоактивные скелеты, которые тоже лежали в несколько, скажем, экзотических позах, а не как, скажем, когда проводятся обычные ритуальные захоронения. И самое интересное, что подобный кратер, который остается после применения воздушных ядерных взрывов, то есть то, что мы имеем в виду Махин-Жедар, то такие же кратеры получились после испытания ядерного оружия в 60-е годы как на советском в то время Симопалатинском полигоне, так и на аналогичном полигоне в США в штате Невада. О том, что на Земле до человечества существовала какая-то цивилизация, о которой нам ничего не известно, ученые заговорили еще в 1922 году. Тогда археологи Сахин и Банарджи совершенно случайно обнаружили на территории Индии на одном из островов реки Инд древние руины. Раскопки потрясли всех. Индийские ученые нашли целый город с развитой инфраструктурой и всеми признаками высокоразвитой цивилизации. Его назвали Махенджадаро. Можно было сравнить нашу цивилизацию как бы с семьей, которая приехала жить в заброшенный дом. Стоят какие-то шкафы, лежит какая-то посуда, остались вещи. Мы пытаемся их приспособить для нашей окружающей действительности. Устраиваем свой быт, исходя из наших предпочтений и наших предубеждений, и наших непонятий о том, как нужно пользоваться этими вещами. Но на самом деле мы далеко не всегда знаем о первоначальном смысле. В 1979 году английский ученый, много лет изучавший культуру, языки древней Индии Дэвид Девенборд, выдвинул теорию о гибели древнего города. Ни катастрофическое наводнение, ни смертоносная эпидемия, ни нашествие завоевателей не смогли бы погубить целый город так быстро. Девенборд заявил, Махенджа Дара пережил судьбу Хиросимы и Нагасаки. И когда начали продолжаться раскопки дальше, оказалось, что в городе есть так называемый пятачок диаметром всего 200 метров, о котором знающие экспорты сказали о том, что это мог быть гигантский взрыв некого тактического ядерного устройства мощностью приблизительно около 5 килотонн. Когда среди развалин Махенджа Дара было найдено 44 человеческих скелета, версия мгновенной гибели города от применения мощного оружия стала основной. Дело в том, что даже спустя несколько тысяч лет кости сохранили следы радиации. Кроме того, все человеческие скелеты лежали в странных неестественных позах, словно укрывшись от чего-то. Некоторые держались за руки. Исследователи считают, что это были последние обитатели города. Ведь никто не похоронил их. Они так и остались лежать на улицах когда-то цветущего поселения. Слишком странно лежали люди, вернее, и скелеты. вокруг этого эпицентра. То есть у многих скелетов руки были подняты вверх, как будто люди увидели что-то яркое и перед смертью пытались закрыть глаза. На это обратили внимание еще и потому, что многие историки вспомнили, что тела погибших людей лежали именно в такой позе и в Хиросиме и Нагасаке после американской бордировки 1945 года. Спустя несколько лет ученые решили проверить на радиацию все постройки Махенджодара. Оказалось, что в центре бывшего города радиационный фон тоже повышен. Картина была ровно такой же, как в Хиросиме. Планировка этих городов была практически идентичной. Ровные квадраты улиц, снабженные системами общегородского водообеспечения, канализации истоков. И эта геометрия была нарушена ровно так же, как в японском городе после бомбардировки. Разрушения кирпичных стен и улиц явно идут от одной площадки в центре города, постепенно сходя на нет. От эпицентра, в котором был найден целый слой оплавившегося от очень высокой температуры песка. Точно такой же спекшийся песок остался в пустыне близ Нью-Мексико, когда там в июле 1945 года прошло первое в истории современного человечества испытание атомной бомбы. Участники испытаний позднее рассказывали, что создатель бомбы Роберт Оппенгеймер был серьезно увлечен древней историей и сразу после взрыва на полигоне процитировал слова из древнего индийского эпоса «Сияние тысячи солнц, вспыхнувшее в небе, было подобно блеску всемогущего. Я смерть, разрушитель миров». Читая древние эпосы, как Рамаяна, Махабхарата, стало известно о том, что древние действительно вели очень нешуточные войны. В многих действительно содержатся легенда указания на применение какого-то страшного небесного или божественного оружия, при применении которого у людей попадали волосы, ногти, вода просто, что называется, закипала в реках. В индийском эпосе описывается действие оружия Брахмы. Там же рассказывается и о последствиях применения этого оружия. Воды в реках вскипают, а рыбы обугливаются в мгновение. У уцелевших выпадают волосы и зубы. Эти описания напоминают ядерный взрыв и лучевую болезнь. В индийских и в греческих мифах есть вот эти самые замечательные поединки. И это небесное оружие, которое Шивы или Брахмы, огненные смерчи, огненные диски, которые поражают противника, удивительные выходы в космос, к Луне, потом возврат обратный и так далее. Вот все это присутствует в легендах. Но ученые не обращают на это внимание. Это ведь легенды, это ведь сказки, это небыль. Этого никогда не существовало. Но неужели на нашей планете в древности действительно происходили ядерные войны? И человечество снова проходит те ступени развития, которые проходило уже не один раз. Некоторые исследователи считают, что это действительно так. Ведь на Земле найдено свыше ста воронок диаметром в 2-3 километра. И они появились гораздо позже того времени, когда естественным образом формировался ландшафт. Почему так происходит? Какие процессы стоят за тем вот этими сменами раз? Почему раз в несколько тысяч лет Земля начинает вот так шевелиться, двигаться, сметать эту цивилизацию? Почему материк уходит на дно и поднимается другой, мы не знаем. самое интересное, что вот та Земля, которая сейчас называется Египтом, вместе с пирамидами, вместе со сфинксом знаменитым циклопическим, она тоже побывала на дне моря. И египтяне заселили ее, уже поднявшуюся из-под воды. Значит, до современного человечества на Земле существовало множество цивилизаций, которые погибали от ядерной войны. Но самое удивительное, что спустя некоторое время люди возрождались. Быть может, мы действительно чей-то эксперимент, перезапускаемый вновь и вновь. И нынешнее человечество должно преодолеть какой-то барьер, чтобы, минуя стадию самоуничтожения, перейти на следующий уровень и создать совершенно новый мир. Может, в этом и заключается суть эксперимента над людьми. Сегодня человечество тоже стоит на пороге великих открытий. Но сможем ли мы их пережить? Или так же, как древние цивилизации, просто погубим себя, снова доказав, что все эксперименты на нашей планете бессмысленны? Ведь уже сегодня на Земле столько ядерного оружия, что ее можно взорвать как минимум тысячу раз. Несколько лет назад ученые провели серию исследований и выяснили, что весь наш мир может быть не просто экспериментом, а настоящей компьютерной голограммой. Другими словами, планета Земля, как и вся солнечная система, ничто иное, как чья-то фантазия. Весна 2002-го, Германия, Ганнумер. Десятки европейских ученых готовятся к самому важному за последние полвека эксперименту. При помощи гравитационного телескопа Гео-600 они планируют обнаружить почти незаметные гравитационные волны, распространяющиеся по всему космосу. Это открытие должно помочь науке понять природу черной материи, из которой на 90% состоит Вселенная. Однако внезапно в ходе эксперимента аппаратура начинает фиксировать едва заметные помехи. Списав их на поломку оборудования исследования приостанавливают. Но после проверки всех датчиков и оборудования выясняется приборы полностью исправны. Опыт повторяют снова и снова, но телескоп продолжает записывать странную рябь, похожую на цифровые зерна, которые видны, если очень сильно увеличить картинку на экране компьютера. Спустя полгода директор Центра квантовой астрофизики фирмилаб США Крейг Хоган делает сенсационное заявление. Сверхчувствительные датчики зафиксировали невидимые границы Вселенной. Некий колпак, под которым мы живем, и самое невероятное, это ограждение как будто компьютерное, а значит человечество скорее всего живет в вымышленной реальности, в виртуальном мире. мы с вами нашими органами чувств воспринимаем просто-напросто четыре измерения. Но есть достаточное количество теорий, которые говорят, что на самом деле Вселенная имеет как минимум 11 измерений, а может и вообще много больше. А если это так, то мы своими органами чувств воспринимаем только некое отражение. О том, что Вселенная не более чем гигантская трехмерная картинка голограмма, еще в 80-х годах заявил английский ученый-теоретик Дэвид Бом. Он предположил, что все, что нас окружает, это компьютерная модель. И наш мир нереален. Стол, стул, одежда, автомобили, природа и даже люди компьютерные изображения. И планета Земля, как и Солнечная система, вымышленна и просто нарисована всевышним дизайнером на суперкомпьютере. А люди всего лишь миниатюрные программы, которые функционируют на просторах этой графической оболочки. Мы говорим, что это законы природы. Но, опять-таки, значит, если это законы природы, то они будут быть достаточно разумны, чтобы эта система работала. Если бы они таковыми не были, то, значит, все бы давным-давно развалилось. Все бы планеты разлетелись куда-то, соответственно, и Солнце бы, наверное, горело не так, и так далее, и тому подобное. Так что, в этом смысле можно говорить, что здесь все основано на достаточно строгих законах. Но уж кто эти законы придумал, ну, как говорится, мы пока не знаем. Однако, по мнению исследователей, довольно часто программа может дать незапланированный сбой. Этого человека зовут Томми Макхью. Дожив до 50 лет, он был обычным разнорабочим и вел разгульный образ жизни. Однако, в 2001 году англичанин получил инсульт, после чего почти неделю находился в коме. Выйдя из предсмертного состояния, Макхью вдруг стал выдающимся художником, хотя ни разу в жизни не держал в руках кисть. Сегодня его работы выставляются по всей Британии. Но как возможно, что человек, не обладающий талантом, вдруг стал создавать шедевры искусства? По мнению исследователей, каким-то образом его мозг переписал заложенные установки, буквально изменив судьбу англичанина. У меня был инсульт. Я лежал в коме, а теперь я каждый день просыпаюсь другим человеком. Не знаю, что со мной произошло, но я благодарен Богу за это. Истории, когда после комы программа, заложенная в человека, сбивается, не единичны. Более того, 97% людей хоть раз сталкивались с похожим сбоем системы. Врачи называют такой феномен дежавю. Момент, когда нам кажется, будто происходящее уже случалось, хотя в действительности этого никогда не происходило. Нейрофизиологи заходят в тупик, а многочисленные исследования ни к чему не привели. Исследователи утверждают, что поскольку программа изначально заложена в мозг, то на самом деле в дежавю нет ничего необычного. Просто человек с самого начала знает все, что с ним произойдет в будущем, но не умеет этой информацией пользоваться. Это еще раз подтверждает, что все в мире происходит по заранее спланированному сценарию. Но если все это записано, то не можем ли мы себе представить, что иногда время от времени с нами происходит компьютерный сбой. Ну, как компьютер. Компьютер вдруг из одной программы влезает в другую. Так и мы. Значит, мы должны идти по цепочке, а вдруг произошел какой-то сбой, и мы, так сказать, какое-то мгновение заглянули чуть-чуть вперед. И в голове проносится образ из будущего в настоящее. И мы потом удивляемся, елка-палка, да это я же уже то ли во сне это было, то ли наяву, соответственно. Вот это вот как бы привиделось, а на самом деле это действительно нам из будущего поступил некий такой сигнальчик. Более того, исследователи уверены, что иногда происходят сбои серьезней дежавю. Например, предсказатели и экстрасенсы. Такие люди, как Мишель Настрадамус, Фанга, Эдгар Кейси и остальные провидцы знали программу почти наизусть. Многие из них оставили после себя предсказаний на несколько сотен лет. Удивительно, но почти все из них сбылись. Самый впечатляющий момент предсказания сделали, как ни странно, с помощью того же Настрадамуса немцы во время Второй мировой войны. Они перед наступлением на Францию выпустили свежее издание, так сказать, Катрена в Настрадамусе. И там, среди прочего, было, значит, сказано, что, значит, если вдруг начнутся какие-то события, то нужно бежать с остальных птиц в определенном направлении. Народ, который про это дело знал, соответственно, побежал в этом направлении. Перекрыв напрочь все пути для подвоза снаряжения французской армии, так сказать, подвода резерву. В итоге французская армия сдалась через неделю. Ответа на вопрос, что же на самом деле представляет собой человечество, нет. Десятки ученых бьются в попытке доказать свои теории. Одни утверждают, что мы потомки древних обезьян, а другие уверены, что наша цивилизация прибыла из глубин космоса. Многие не отрицают теорию божественного происхождения. Каждая из этих теорий может оказаться своего рода экспериментом. Но чтобы узнать, так это или нет, по мнению специалистов, должна пройти еще не одна сотня лет. Субтитры создавал DimaTorzok